Уважаемые коллеги, прежде всего, должен сказать, что я, если отношу себя к какой-то неформальной науке, то в том смысле, что в науке я любитель, скорее, занимаюсь больше философией, нежели физикой или математикой, поэтому на таком, может быть, неформальном любительском уровне предлагаю вашему вниманию попытку представления пространственных временных интервалов с помощью аппарата комплексных и гиперкомплексных чисел. Почему я считаю, что такой подход может иметь какое-то отношение к нашей проблематике? Потому что в традиционных подходах, несмотря на то, что гиперкомплексные числа, известные еще с XIX века, как-то не очень приживаются, а на поверку оказывается, что они позволяют раскрыть те возможности науки, которые без их использования оказываются вполне эффективными. Если взять использующееся в теории относительности представление пространственно подобного интервала, интервала собственной длины, как это Уиллердер и другие авторы дается, то, чтобы избежать знака минус перед значением параметров времени, используют здесь мнимую величину, мнимую единицу, хотя знак минус рассматривается как признак принципиального отличия времени от пространственных параметров, хотя они объединяются здесь в единое пространство время. С другой стороны, если обратиться к времени подобному интервалу, то вполне логично мне представляется использовать квартернионы, то есть гиперкомплексные числа, и здесь уже время будет представлено скаляром, а не вектором, а пространственные координаты будут здесь векторными величинами, они здесь представлены мнимыми элементами квартерниона. Это само по себе может представлять лишь интерес для математической записи, но я думаю, важно подойти к сравнению природы, пространства и времени, объединяемых в такой четырехмерный континуум, с философской точки зрения. Такое сравнение проводил еще Николай Иванович Лобачевский, когда создавал свою невклидовую геометрию. И он давал такое определение пространства геометрических отношений, которые в чем-то близки к определению Аристотеля. Аристотель говорил о касании, как о признаке геометрических отношений. У Лобачевского мы видим понятие прикосновения, и я думаю, что здесь есть определенные отличия, о которых немножко позже буду говорить. Но вот на что мне хотелось обратить внимание, это на противопоставление времени. Прикосновение составляет отличительное свойство тел, не в силах или времени, и нигде в природе более его мы не находим. То есть для времени не характерно отношение касания или прикосновения, или у Эйнштейна соприкосновения. характерно совершенно иное отношение, на мой взгляд, это проникновение. Если сравнивать между собой наш опыт пребывания в пространстве, пребывания во времени, то мы можем сказать, что во времени встречи не происходят. в буквальном смысле этого слова. И это знакомо из высказываний целого ряда мыслителей, начиная с древности, о том, почему человеку не нужно бояться смерти. Потому что мы с ней никогда не встречаемся. Когда мы живы, ее нет, когда она приходит, нас нет. Во времени есть только переходы, превращения, есть некое постоянство, неизменность того предмета или человека, который и совершает это движение. Только для пространства характерно такое касание. Но этот временеподобный интервал, о котором мы говорили, для описания пространственных параметров через мнимые составляющие, позволяется перейти к взаимодействию и причинному порождению, причинному действию на следствие, порождение следствия и обратное влияние следствия на причину. На такое сочетание двух способов описания пространственно-временных интервалов меня натолкнула работа Козырева, причинная механика. Это работа, в которой говорится о том, что действие причины всегда занимает какое-то время и всегда отделено от следствия пространства. И пространственное, и временное есть между ними разделение, и как в прямом действии, так и в обратном действии. Поэтому можно посмотреть на мир как бы с одной и с другой стороны и расширить такой подход, который нам известен из работы флоренского мнимости в геометрии. Он, как известно, представлял плоскости поверхности, как имеющие лицевую и обратную сторону. Оборотная сторона обозначается и маркируется мнимыми координатами, а лицевая, условно говоря, со стороны действительными координатами. Такое рассмотрение имеет смысл, если возможен взгляд либо с одной, либо с другой стороны на плоскость. То есть потенциально или виртуально, так сказать, здесь примысливается на третье измерение. Без этого, конечно, плоская геометрия не принимает такие развлечения на двух сторон плоскости, так же, как на традиционное понимание точки не видит в ней никаких сторон правой, левой, верхней, нижней и так далее. Если перейти к трехмерному рассмотрению пространства, то здесь мы можем использовать для описания не только пространственных отношений, но и каких-то движений, как правую, так и левую систему координат. Я привожу здесь подход, который встретился мне еще в 2010 году на конференции по философским проблемам физики в Москве. Автор Полуян из Красноярска предложил сочетать две системы координат, с правой, где действительные величины используются и триплет из мнимых координат, гамильтонианы, для левой системы координат. Получается такой микрокуб, сторона которого это квант пространства. И конкретная интерпретация этого кванта может быть различной, в том числе, используя кванты действия, признаем мы их или не признаем, но в литературе, по крайней мере, у того же Полуяна, ссылки на постоянную планку отдаются. Можно, я думаю, говорить здесь и вот такой константик, который предлагает Эдуард Васильевич Серга в своей теории строения материи, где, исходя из кванта гравитационного действия, он использует гораздо меньше масштаба пространственных и временных квантов. Но здесь отсутствует, во-первых, временная координата, во-вторых, математический аппарат здесь оказывается неполным. Полная алгебра гиперкомплексных чисел может быть реализована в этом описании, если мы перейдем к четвертому измерению и построен микро-гиперкуб с правой и левой системами координат. И здесь в одной системе время представлено мнимой координатой в правой системе, а в левой время представлено скаляром и пространственные координаты мнимыми. Я думаю, что здесь можно реализовать причинную механику и, может быть, даже причинную физику. Но что мы понимаем под мнимостями здесь? Это, на мой взгляд, не только лишь какая-то запись математическая, и не только недостаток той математики, которая отправлялась от опыта, не включавшего в себя операции, позволяющие извлекать корень из минус единицы, поскольку этот опыт должен был выходить за рамки простого обращения с вещами. И думаю, что важен здесь опыт даже не только связанный с ощущениями, касанием или прикосновением даже, а вот такой момент, который есть в русском смысле слова «прикосновение», относящийся к общению. Это личностное отношение, личностное видение, которое может дать интерпретацию мнимостям с точки зрения опыта общения, опыта переживания, пребывания во времени человека. И можно интерпретировать через такие идеологические категории, которые выражаются через личные и безличные местоимения. Отношение, допустим, «я» и «мы» – это некая вертикаль, где «мы» – это то, что выше, нежели каждое мое «я». «Вы» и «ты» – это некое движение вперед, иду на «вы», или «ты» предписался в «добровольцы» такое обращение. Вон они – это те, кто не включены в общение и скорее связаны с правым-левым направлением. Таким образом, даже пространственные координаты, как они у нас формируются, не только на основе обращения с вещами, но на основе общения между людьми, оказывается, придаются неодинаковые смыслы, неодинаковые значения вертикали и горизонтали. Что касается времени, которое здесь представлено скалярной величиной, то этим выражается фактически некое неизменное содержание на глубинную сущность человека или вещи, проходящие через различные состояния. «Я стал совсем другим человеком, но это есть «я». что есть «я» или кто есть «я». Мы ищем здесь некую глубинную неизменную сущность человека. И можно попытаться интерпретировать и алгебру, восьмимерную алгебру Келли. Я не буду на этом останавливаться, поскольку это еще довольно сырой материал, но тоже можно найти какие-то категории диалогические для интерпретации. Ну и какие возможны приложения для тех или иных областей науки. Я упоминал теорию Козырева, которая, в общем-то, натолкнула меня на то, что можно использовать такие конструкции, как встречные системы координат, правая и левая, микрокуб или микрогиперкуб. В этой теории, как известно, правая и левая принципиально отличаются. И отличаются прежде всего ходом времени. И, на мой взгляд, если здесь применить аппарат гиперкомплексных чисел, то тогда не только причинная механика, но и причинная физика. Другие области науки тоже будут изложены более совершенным аппаратом. Ну и один из возможных, так сказать, поворотов здесь, это зеркальный микрогиперкуб, где уже левая система координат является аппаратом, который представлен действительными пространственными осями и гиперкомплексными элементами квадрониона. Здесь представлены уже оси правой системы координат. Геометрофизики, в частности, восьмимерной геометрофизики Владимира, на мой взгляд, тоже здесь возможно применение такого аппарата, но он в той или иной технической форме используется сегодня. Я сейчас не буду интерпретировать конкретно каким элементом октады или октавы по-разному называются эти гиперкомплексные числа гиберкелит, какие именно виды взаимодействия или скрытые размерности могут соответствовать измерениям, поскольку интерпретации есть разные, не все оказываются удачными, но речь идет о том, что здесь так же, как и в восьмимерной геометрофизике, мы видим такую симметрию две четверки элементов составляющих эту октаду и особое место занимают здесь нулевая и четвертая строка, где мы видим единицу умноженную на четвертый мнимый элемент на л такая симметрия мне кажется не случайная между математическими и физическими построениями конечно нельзя навязывать что ли математические представления физики конечно проверять на том что это дается для объяснения понимания мира если выходить за рамки физики естественных наук в области скажем типов реальности философии типов мировоззрения то вот эти личностные межличностные отношения помогают нам построить такую типологию где есть шесть основных типов реальности и соответствующие шесть типов мировоззрения сегодня в первом докладе Максим Григорьевич ссылался на четыре вида бытия которые я использовал в различных областях вот они здесь представлены на одном полюсе объективные реальности это материальное психическое информационное и идеальное бытие и остальные пять видов реальности также могут здесь быть расщеплены на четыре вида бытия и соответственно этому мы можем рассмотреть тот полюс объективной реальности где есть материальные явления существующие в пространстве и во времени психические процессы которые протекают во времени и в вне пространственных формах бытия идеальные объекты во внутри пространственных и вневременных формах и информационные в пространственных и вневременных вне Ментальными, идеальными. Еще одна схемка видов личного бытия. Как происходит превращение, переход от одних видов бытия к другим. Владимир Иванович, извините, вы оставите время. Да, я сейчас заканчиваю, оставлю несколько минут. Материальное пространственно-временное бытие, если оно отражается на себя, преломляясь через временеподобные координаты, порождает психическое бытие, если в пространственно-временных координатах информационное бытие, если повторное происходит, отображение через пространственно-подобные и временеподобные, отображение, то получаем идеальное бытие. Будучи в Санкт-Петербурге в январе на конференции по информационно-коммуникативным пространствам, делал предприложение для этой области знания, где рассматривал пространственно-временные твисты, так сказать, переход пространственно-подобных во временеподобные отношения в человеческих формах коммуникации, общения. Ну и еще один вопрос, который здесь я хотел поставить, возможности интерпретации отрицательных расстояний, как таких форм выражения экономии пройденного пути, или, вернее сказать, не пройденного расстояния, которые позволяют сделать переход к информационным, психическим и идеальным реальностям. Вместо того, что, допустим, путешествовать, как Магеллан или Дарвин, по меру собирая эмпирический материал, можно на уровне духовном, психическом, представлять это себе так, как, скажем, Жюль Верн или Кант, не выезжая за пределы своего города. И вот, когда мы получаем тот же результат, не прибегая к прохождению какого-то пути, его можем рассмотреть в отрицательном значении. И тогда тот знак, который всегда в физике не учитывается, когда мы вычисляем какое-то расстояние от Дельта на Х, мы можем не только положительный, но и отрицательный знак интерпретировать. Пожалуйста, какие вопросы... Подождите, пожалуйста. Сейчас вам предоставлю слово. У меня небольшая ремарка есть по ходу вашего, так сказать, изложение. Я имею в виду ваши... Значит, вы ссылаетесь на Николая Александровича Козырева. Говорите, трактуете его мысль следующим образом, что между пространственными временными и пространственными временем есть интервал. Вы так трактуете идею? Нет, между причиной и следствием всегда действие занимает какое-то время и всегда не разделены пространством в причинах и следствиях. Значит, я неправильно понял. И обратное влияние следствия на причинах и следствия. Тогда никаких расхождений нет совершенно. Пожалуйста, Николай Иванович. Николай Иванович, да? Я тоже Николай Иванович. У меня к вам вот такой вопрос. Если преобразование Лоренца просчитать полностью, дело в том, что существует такая область задания скорости, при которой время является отрицательным. То есть там тоже комплексные виды. Вы как-то это можете прокомментировать или нет? Я думаю, что это область, ну, во-первых, гипотетических тахионов, может быть, сверх движущихся со сверхсвятой скоростями. У вас восьмимерное пространство. Так вы ответили на вопрос, да? Да, ну, могут быть и другие сферы, в которых скорость света превышается. Ответ будет, прозвучал. Потому что если восьмимерное пространство, если там мнимое время, пока какой-то оси откладывается, никаких вопросов нет. Да, но дело в том, что при определенном... Это математически можно... Так, значит, ваш вопрос. В чем он? Вопрос. Значит, вот и здесь мы уже в конце сказали, плюс-минус появляется. Откуда, да? Значит, минус единица вообще так... Неизвестно. С нее еще извлекается квадратный корень. Да? Получается мнимая единица. А если представить, что минус единица, это количество антиматерии, материя-антиматерия, да? И тогда корень квадратный из количества антиматерии дает плюс-минус. То есть материю-антиматерию, мнимую антиматерию. И пересчет просто материю в мнимую материю через коэффициент минус производится. И тогда накладка Декартова ось положительная цифра, а на нее наложить Декартову же ось, на которой по осям отложено единичное количество мнимой материи, получается сдвинута на 180 тысяч. Спасибо. Я понял, что это не вопрос, а... ...инкорпетация. Спасибо. У вас там не ошибка в размерности? Ну, c надо было поставить, да. Значит, и, д, т, это секунды, даже мнимые, а это метры, я здесь использовал ту запись, которая есть в книге Тейлора Уиллера. Ну, там ошибка. Там не ошибка, там концептуально принято измерение времени в метрах, так сказать, километрах, а расстояние в годах, даже не в световых годах, а в годах, подразумевая, что здесь... Там нарушена размерность. Значит, объясните, почему? По той записи, которая в литературе встречается, где подразумевается этот цель. Вы за них отвечаете, раз вы переводите. Да, я считаю, что... Я считаю, что... На таком подходе можно выражать расстояние в секундах и годах так же, как и время в метрах. через скорость света, через скорость света, которая здесь подразумевается. О-о-о-о, это интересно. Не-не-не-не. Вы же сказали, измерение, дописано, Тх, Тх, в световых годах, Т. Световые годы, какая разница, размерности с лет совпадают? Чикурсан, ваш вопрос, пожалуйста. Ответ был совершенно логичный, и справедливый. Просто писал эту формулу, он это держал в голове. Последний вопрос, пожалуйста. Включите микрофон, пожалуйста. Которая, в которой, в которой, темпоральная координата, вещественная, реальная, это пространство тоже восьмимерное, тетраэдерное, отрицательное и положительное. Если я правильно понял вопрос, он касается представления временной координаты через вещественные значения, и в четырехмерном пространственном временном континууме здесь можем представлять время как скаляр или как вещественную действительную величину, а пространство в мнимых величинах. И наоборот, время через мнимую величину, а пространство через действительное. Если взять Алгер-Брук-Келли, то здесь временная координата будет выражаться вещественным параметром, пространственные будут мнимыми выражаться, и четыре остальных параметра, внутренние или скрытые пространства, тоже будут характеризоваться через мнимые величины. Возможно ли иной подход, другие не прорабатывают.